Добрый вечер! В эфире Вести Карачева-Черкесия. Сегодня в программе. История забытых деревень в рамках патриотического форума 101-летнему ветерану войны Хамиту Канаматову вручили реплику знамени его дивизии. Сотрудники полиции Карачева-Черкесии ликвидировали подпольный цех по производству фальсифицированной алкогольной продукции, что грозит нарушителям. Избежание дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести и их последствий. Об этом и не только рассказали сотрудники ГИБДД Вестям. Копилка побед обновленная футбольная команда «Нарт» пополнилась накануне. Наша команда обыграла представителя «Инальчика» со счетом 4-0. Глава Карачева-Черкесии Рашид Темрезов принимает участие в Международном экономическом форуме, который начал свою работу в Санкт-Петербурге сегодня. Традиционно это одна из крупнейших площадок в стране, где происходит прямой диалог между властью и бизнесом. Основная тема форума, который проходит в северной столице в 26-й раз – «Суверенное развитие основы справедливого мира». В мероприятии примут участие представители десятков стран мира. На форуме будут представлены основные направления развития России в общемировом контексте до 2040 года. Для регионов это хорошая возможность обозначить совместные планы с планы с представителями бизнеса, финансовых организаций. И сегодня же в рамках форума Рашид Темрезов встретился с председателем правления банка ВТБ Денисом Бортниковым, с которым подписал соглашение в области реализации экономической, инвестиционной и социальной политики. Одно из ключевых направлений – расширение взаимодействия банка с компаниями, реализующими приоритетные для региона проекты, в том числе включенные в модель экономического развития. Это и разработка и реализация совместных инвестпрограмм. Программа инновационного развития промышленного комплекса, техническое перевооружение и модернизация развитий. Рашид Темрезов выразил надежду, что это окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие республики. Сегодня в Черкесске прошел Патриотический форум истории забытых деревень, организованный коллективом Тверского государственного университета. Визит педагогической делегации в нашу республику связан с личностью 101-летнего ветерана Хамита Абуловича Кономатова, который в годы Великой Отечественной служил в дивизии, начинавшей свой боевой путь в Калининской, позже Тверской области. На мероприятие побывал Артур Мхце. Я без заглядки написал на этой плите 355-ю знаменитую, прославившую себя победами дивизию. Ветераны из Карачао-Черкесии Хамиту Кономатову только что вручили реплику или копию того самого знамени, под которым он в годы Великой Отечественной войны освобождал захваченные фашистами территории в составе 355-й стрелковой дивизии, начинавшей свой боевой путь в Калининской, ныне Тверской области. Это стало возможным во время патриотического форума «Истории забытых деревень», который прошел в Центре молодежного инновационного творчества и был организован при участии в том числе некоторых потомков бойцов, сформированного в Кировской области войскового подразделения. Дело в том, что наш проект «История забытых деревень» он про деревни. Про забытые деревни, в частности, мы начинали его в Тверской области, в военное время называется Калининская область. И при съемках предыдущих серий мы нашли достаточно много материалов про 355-ю дивизию, про 355-ю дивизию, в которой сражались как кировчане, так и с Карачаево-Черкесией бойцы. Изучая во время реализации патриотического проекта архивные материалы, общественники выяснили, что в Карачаево-Черкесии сегодня живет человек, который в годы войны находился в составе гвардейской дивизии – Хамит Абулович Канаматов. Поэтому на его малой родине и было решено провести очередной слёт ценителей истории и Отечества, куда пригласили школьников и студентов образовательных учреждений республики. Я надеюсь, что мы зародим зёрна в юных головах в нашем поколении, чтобы они задумались, и для меня будет счастьем, если они придут домой и начнут что-то искать в интернете, в библиотеке, начнут спрашивать у дедушек, у мам, папа, а расскажи, пожалуйста, что это было, как это было. Вот если это получится, я буду очень счастлив. Инициаторы проекта организовали для молодых людей интерактивные площадки, где все желающие могли ближе познакомиться с частью истории нашей страны. Артур Махцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды на завтра, а после мы продолжим выпуск. Артур Махцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия В Карачаево-Черкесии полицейскими ликвидирован подпольный цех по производству спиртосодержащей продукции, сообщает в Министерстве внутренних дел России. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесской республике пресекли деятельность подпольного цеха, в котором злоумышленники изготавливали алкогольную продукцию. На территории склада на окраине города наши сотрудники обнаружили производственную линию свыше 60 тысяч бутылок водки различных наименований, 5 тысяч литров подготовленной к переработке спиртосодержащей жидкости. Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171 Прим-3 Уголовного кодекса РФ. По подозрению в организации незаконного производства задержан арендатор помещения. Фигуранту избрано меропресечение в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности. Безопасность дорожного движения является крайне серьезной проблемой, как в нашей стране, так и во всем мире. Чтобы сократить число жертв, сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия. Все случаи гибели и травматизма людей в результате ДТП фиксируются дорожной полицией. О чем говорит статистика и что грозит за нарушение правил, узнавала Альбина Ламкова. Дорожная полиция на постоянной основе доступными способами рассказывает населению, как избежать дорожно-транспортное происшествие, обучают правилам поведения на трассах и городских улицах. Проводятся мероприятия по предупреждению пресечению административных правонарушений, влияющих на рост ДТП с тяжкими последствиями. Одним из таких деяний является правонарушение, связанное с выездом в нарушение правил дорожного движения на полосу дороги, предназначенной для встречного движения. Можно отметить, что основной задачей проведения таких мероприятий является именно профилактика. Частью 4 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, предусмотрено ответственность в виде штрафа в размере 5000 рублей лишения права управления от 4 до 6 месяцев. Если штраф вынесен впервые при условии, что он будет оплачен в течение 20 дней с момента его назначения, то законом предусмотрена оплата только половина суммы. Или же для добровольной оплаты штрафа в полном объеме, то есть 5000 рублей в течение 60 суток. Однако по истечении указанного срока постановление передается судебным приставам-исполнителям для принудительного взыскания суммы. Повторное совершение указанного правонарушения влечет лишение права управления транспортными средствами сроком на один год. В случае выявления данных правонарушений камерами фото- и видеофиксации штраф предусмотрен в размере 5000 рублей. Однако в данном случае оплата половины суммы назначенного штрафа законом не предусмотрена. Следует иметь в виду, что законодательством предусмотрена и уголовная ответственность, отметил Заур Харатоков. В случае выезда в нарушение правил дорожного движения на полосу дороги, предназначенной для встречного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами, за деяния, которые предусмотрены частью 5 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ответственность за деяние данной категории предусмотрена статьей 264.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, где предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч рублей с лишением права управления сроком до 6 лет, а также предусмотрено лишение свободы сроком до 2 лет. О состоянии аварийности на дорогах республики в этом году рассказала заместитель начальника отдела управления госавтоинспекции по Карачаево-Черкесии Лилия Гогушева. Она отметила, что уже за 5 месяцев текущего года на дорогах республики зарегистрировано 156 дорожно-транспортных происшествий. В них погибло 26 человек и 183 получили ранения. В указанный период на территории республики зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 2 ребенка погибли и 19 получили ранения различной степени тяжести. Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что основными причинами их совершения по вине водителя являются нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, несоблюдение скоростного режима, несоблюдение очередности проезда перекрестка, выезд на встречную полосу движения, в том числе в местах, где это запрещено. Нарушение правил проезда пешеходных переходов. Еще с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий в надзоре за дорожным движением используют автомашины в стандартном исполнении. Данный транспорт передвигается в общем потоке. При выявлении правонарушений, сведения о нем передаются ближайшему наряду ДПС. Альбина Ланкова, Мухаммеда Шибока, Вести, Корчаева, Черкесия. В Черкесске прошел второй этап квалификационного экзамена у соискателей, проводящих экскурсии по Корчаевой Черкесии. Уровень их подготовки оценивала экспертная комиссия, в составе которой были представители исполнительной власти, образовательных и общественных организаций. Подробности у Али Баташева. Большинство гостей приезжают в Карачаево-Черкесию с однодневным визитом. И в зависимости от того, как гид проведет экскурсию, такое сложится представление о нашей республике, ее народах и культуре, считает член экспертной комиссии Шамиль Хубиев. Критерии оценки следующие. На сегодняшний день от экскурсоводов очень многое требуется. Во-первых, они должны обладать грамотной речью, хорошей дикцией, чувством юмора, артистизмом, коммуникабельностью, так как им представлены на этот день люди. А люди же попадаются, они разного направления. Это могут быть от ученых, заканчивая водителями городских транспортов и так далее. И поэтому речь, информацию, которую они должны подавать, она должна быть четкой. Неизменный спутник Николая Платкина во всех поездках – портфель экскурсовода. В нем репродукции древних фресок храма Фоланского городища, фотографии звездного неба и неповторимых красот природы Карачаева-Черкесии. Есть образцы полезных ископаемых. Особый интерес представляют украшения и артефакты 4000-летней давности, которые по закону гид может взять в музей на прокат, чтобы рассказ был достоверным и опирался исключительно на факты. Николай проводит экскурсии с 1965 года. В этом году ему исполнится 80. Я практически уже знаю потребности экскурсантов, как того уровня, который мы называли в советским временем, так и сегодняшний, нынешний. Они интересуются не только рассказами и просто фантазией. Допустим, все с удовольствием посмотрят советский альбом «Адамбай». Или, допустим, посмотрят все мои снимки, которые касаются всех замечательных мест. Мы привыкли говорить в Швейцарии и Карачао-Черкесии. Мне кажется, наоборот, надо поменять местами эти слова, потому как здесь водопады, озера, все замечательные места. По действующему законодательству для осуществления экскурсионных услуг необходим аттестат экскурсовода или гида. После прохождения аттестации экскурсоводы получают аттестат, который утвержден Министерством туризма и курортов Карачао-Черкесской республики. Это будет в формате, также будет формат нагрудного бейджа с фотографией, со всеми данными экскурсовода, чтобы турист мог видеть квалифицированного именно экскурсовода и уже обращаться к нему. Квалификационный экзамен сдавали семь заявителей. Все они прошли испытания успешно. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Еще одна победа в копилке у наших футболистов 4-0. Футбольный клуб «Нарт» уверенно одержал победу в матче с футбольной школой «Нальчик». Наши спортсмены показали техническую красивую игру, несмотря на погодные условия. Буквально на первых минутах первого тайма был забит первый на такой важный гол. Ворота футбольной команды «Нальчика». Он и задал темпы игре. Первый тайм завершился со счетом 2-0 в нашу пользу. Было видно, что ребята настроены на победу. Трибуны взрывались аплодисментами истинных болельщиков. Не остановила даже плохая погода. Поддержка для футболистов очень важна. Она нас мотивирует. Поделился 14-й номер футбольного клуба «Нарт» в «Шейдхаджи» Мурадисов. «Сложно не заметить эту поддержку. Они нас заряжают. Можно сказать, мы ради них и играем. В связи с погодными условиями, честно говоря, очень тяжело играть. Но, как видите, нам везет на домашней игре. Будем дальше продолжать в том же духе. Главное не расслабляться». Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Валюша». Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»